Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добро пожаловать в нашу интеллектуальную, научно-популярную программу «Культурный контекст» о вопросах культуры, истории, антропологии, философии и социологии. Меня зовут Алима Бесенова, я антрополог и доцент кафедры социологии и антропологии Назарбаев Университета. Сегодня у нас в гостях Ордак Кинесовна Юсупова, кандидат искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения Казахского национального университета искусств, а также Лейла Махат, Ph.D. изобразительных искусств, художник, галерист, профессор кафедры живописи и скульптура Казахского национального университета искусств. Ордак, Лейла, добро пожаловать в нашу программу «Хошкельдендзер». И, как вы уже поняли по нашим гостям сегодня, в преддверии Международного женского дня 8 марта мы будем говорить о развитии современного искусства в Казахстане и о роли женщин в нем. И начать нашу программу я бы хотела с цитаты немецкого куратора и арт-критика Тибота де Ройтера, который работал куратором в Астане под эгидой Гёте-института и оставил следующий текст впечатлений об Астана арт-шоу в 2018 году. Это было. Он пишет о том, с каким энтузиазмом прошло это арт-шоу. Оно проходило под кураторством Дины Байтасовой тогда, которая была директором галереи «Ц». И Айгули Браева тоже у нее была своя выставка. Это спонсировалось Акиматом Астаны. И вот он отмечает, что художники и галеристы на Западе могут поучиться у Казахстана. Две трети художников, участвовавших в арт-шоу, были женщины. И он называет имена уже покойной Бахыт Бубикановой, Ада Юг, Ульнар Мукажанова, Аза Шейд, Катя Хан. Под кураторством Дины Байтасовой, под кураторством Айгули Браевой выставляет Санатора Имкулова, Зоя Фалькова, другие. И вот он как бы дает, вот мы в Европах до сих пор боремся за женское представительство. А вот посмотрите, в Казахстане у них две трети женщин, кураторы женщины, галеристки женщины. Ну, как мы можем по присутствующим также сказать, вот согласны ли вы с его оценкой такого развития современного искусства, которое очень женское? Ну, или хотя бы на две трети женское. Я не могу сказать, что у нас искусство женское, но абсолютно точно, что присутствие женщин очень-очень ощутимо. И в этом есть определенные традиции, но далеко не все так радужно на самом деле в плане поддержки женского искусства, борьбы за женское искусство. Наверное, такая специфическая у нас все-таки ситуация и в истории искусства сложилась, потому что то, что увидел зарубежный куратор, это недавнее время, совсем 2018 год. На самом деле становление женского искусства проходило разные этапы, и как минимум 4-5, наверное, поколений женщин в искусстве у нас есть. Но в чем он абсолютно прав? В том, что женское присутствие очень мощное, на самом деле. У нас женщины представлены во всех видах искусства, у нас женщины-скульпторы есть, у нас женщины-живописцы есть, у нас женщины, вот вы перечислили сейчас имена, контемпорариартер. Это на самом деле, как бы, так и есть. В смысле, визуально? Это визуально, да, да, это чувствуется. И даже вот я, кого я знаю из галеристов, из... И вы знаете, я только женщин. Потому что я сама женщина тоже у меня тут, как бы, баррес. Нет, у нас есть очень хорошие, сильные галереи, где кураторы, владельцы, мужчины, вот, но подавляющее большинство среди галеристов, я думаю, да, женщины. Да, да. И, кстати, присутствие женского искусства, это очень сильно бросается со стороны. Он не единственный, кто отмечает этот факт. Может, да, такой внешний взгляд. Лейла, вы как оцениваете? Ну, прежде всего, я хочу сделать небольшой акцент на том, что это мнение зарубежного куратора. Это, как бы, для меня это очень важно. Почему? Потому что мы, как социум, очень сильно обращаем внимание на оценку зарубежных именно гостей. То есть для нас, чем дальше человек, чем, откуда он приехал, тем важнее его мнение. Ну, может, он еще иногда замечает то, что мы сами не видим, не ценим. Возможно, возможно. Вот именно поэтому, на самом деле, у нас возникают такие проблемы в изобразительном искусстве, в принципе, в таком понятии, как культура потребления продуктов искусства. Потому что это у нас, как бы, самые болевые точки нашего, именно нашего культурного среза. Потому что культура потребления продуктов искусства у нас, по сути, нулевая, если мы говорим про изобразительное искусство. И относительно того термина, который очень часто мелькает и в прессе, и в кураторских текстах тоже, это женское искусство или гендерный аспект, все вот эти вот вещи. Это немножечко странно мне, как художнику, потому что я художник и женщина, как бы, и я прекрасно понимаю, что сейчас женщины доставляются, может быть, чаще, чем в Европе, наши казахстанские художники, просто потому что женщины более активны по своей природе. И просто потому что женщине, казахской женщине, которой необходима самореализация, нужно какое-то поле. И поэтому огромное количество женщин идет в искусство. Я сейчас не говорю про художников с профессиональным образованием, я сейчас говорю вот как раз про тему галеристов, кураторов, дилеров. И менеджеров от искусства. То есть, на самом деле, мы подняли два аспекта. О представленности женщин в искусстве и, наверное, институциональной организации в искусстве. И там, и там присутствие женщин есть. И, к сожалению, Лила абсолютно права в том плане, что зачастую именно сторонний взгляд ценится больше, чем мнение экспертное наше. А какое наше экспертное мнение? Давайте его выразим. Я глубоко убеждена. Для того, чтобы заниматься изобразителем искусства, но для того, чтобы, по сути, заниматься всеми сферами деятельности, мне кажется, что намного продуктивнее, когда у тебя есть база. И база эта должна состоять из определенного набора навыков и знаний и умения оперировать всеми инструментами на действие зрителя, на аудиторию. И чаще всего происходит так, что кураторство воспринимается как просто действие на аудиторию. Понимаете? То есть вот этой базой, которая, по идее, должна быть для того, чтобы искусство развивалось и наша культура развивалась, и чтобы наши дети знали, кто мы такие, кто они такие, кто будут наши внуки, для этого необходимо на самом деле знать наши истоки. И чаще всего, особенно это происходит в концептуальном искусстве, в современном искусстве, чаще всего эстетика современного и концептуального искусства в нашем регионе, я не говорю только про Казахстан, она очень европеизирована, очень европоцентрична, поэтому она нравится, естественно, нашим дорогим зарубежным гостям. Я услышала такой не очень энтузиазм с нашей стороны о том, что нас похвалили, что мне, в принципе, нравится, что сказали, что две трети художниц у нас женщины. Но мне кажется, вы имели в виду, что это связано с какой-то низкой институционализированностью этого поля, что как бы в этом поле много женщин, а в этом поле много и проблем, которые как бы тем, что мы говорим «Ура, там, женщины», мы должны обращать внимание на проблемы, да? Проблема на самом деле не только с женским искусством и женским присутствием в искусстве связана, скорее в целом со сферой изобразительного искусства. Мне кажется, из всех видов искусств сегодня именно изобразительное искусство у нас как золушка, если уж метафоры женские использовать. У нас до сих пор нет вуза отдельного, который связан с искусством. У нас проблемы в образовании с преподаванием современного искусства. Об этом очень много уже говорится в нашей среде. Есть институция, действительно, которая традиционная, то есть Союз художников, который с 1933 года функционирует, и в прошлом году отмечал свое 90-летие. Но вот оказывается, что деятельности Союза художников по поддержке женского искусства тоже недостаточно. И есть примеры образования, самоорганизации, объединения женщин. Ну вот такой яркий пример, наверное, это международный независимый женский фонд Таншалпан, который в Алма-Ате действует и объединяет 50 женщин. Причем повестка, как они заявляют, не феминистская, но основная цель все-таки помочь именно профессионально женщинам состояться, выставляться, поддерживать инициативы именно женщин в искусстве. Ну и все-таки, наверное, чтобы было понятно, нужно сказать, что у нас подобного рода организации, наверное, не на пустом месте. Все-таки у нас действительно есть история в этом плане. И вообще, наверное, надо было начать с присутствия женщин в искусстве в 20 веке. Может, это далеко, но тогда многие процессы будут... Да, это 4-5 поколений, среди которых я не буду сейчас говорить о 20-30-х, наверное, годах, а самый популярный пример – это искусство 60-х. И нужно говорить, что как раз-таки две самых ярких фигуры – Иша Голымбаева, первая художница казашка, которая считается, и Гульфа и Роса Смаилова, они отличались очень универсальным характером в своем творчестве. То есть они были и художники кино, и сценографы, и, естественно, художники-станковисты, живописцы. И, наверное, очень важный момент, что их появление связано в целом с таким подъемом в искусстве Казахстана тогда в 60-е годы, потому что это время формирования именно национальной школы и театра, и кино. Ставились национальные оперы, снимались национальные фильмы. И буквально вернувшись после ВГИКа, обучения, Айша Голымбаева работала как художник, например, как художник по костюму в фильмах с Мажитой Бегалина. И если мы посмотрим, для нашей культуры это действительно такой очень важный этап, фильмы 60-х. Она работала и раньше, конечно, да, у нее первый фильм, наверное, «Поэма любви», потом «Девушка Джигейт» она работала как художник по костюму именно. Ну, то есть вот она была связана, вот как Лейла сказала, с корнями, да? С корнями было условно. Мне кажется, тут очень важно, что вот как бы женское искусство, оно совпадает с какими-то важными этапами в целом в культуре нашей. В нашей стране сегодня, мне кажется, есть такие две тусовки, да? Тусовка художников современного искусства и тусовка художников-академистов, да? И действительно ли такое деление существует и какую роль? Три тусовки? Ну, а давайте тогда все назовем все эти тусовки. Действительно ли такое, какое разделение существует и какую роль в этом играет преподавание искусств? Вот именно ваш университет. То есть как сегодня обучают искусству? Ну, допустим, я, допустим, часто слышу от современных художников, которые, кстати, были, что вот нас не обучают современному искусству, нас не обучают актуальному искусству. Ну, и как бы само определение современного искусства, там же главная концепция, главное, как бы не мастерство даже какого-то жанра, что-то. Главное, наверное, все-таки язык, действительно, да? Современный язык искусства. А вообще термин современное искусство, он появился на рубеже 19-го и 20-го веков, да? Когда, в общем-то, в приоритет ставится идея нового, изобретение нового языка, и в целом характер искусства очень сильно меняется. Связано это со многими факторами, это и технический прогресс, изобретение фотокамеры, кинокамеры, которые ставят вопросы, в общем-то, о том, что поменялись задачи у художников, да? Потому что камера и кино, в общем-то, гораздо более правдоподобно воспроизводят изображение. И, в общем-то, картина перестает быть просто окном, да, в стене, и отрывается от традиционных сюжетов, связанных с религией, высокими материями, идеями, мифологией. И искусство начинает отражать современную жизнь больше. Затем уже вторая половина 20-го века, это то, о чём вы говорите, да, когда действительно очень важна концепция, и арсенал художника расширяет. Потому что включаются не только инструменты новые, да, как видео, компьютеры и так далее, да, но и как бы практики, включающие перформанс, репенинги и так далее, да. Ну, на самом деле, процессы эти начинаются, конечно, раньше, даже в 20-е, 30-е годы с направлением, да, да, и когда художники активно ищут пути для современного искусства. К сожалению, во многом, наверное, проблемы даже не в истоках школы, да, а в том, что мир искусства активно меняется сегодня, сама жизнь меняется очень активно. А система образования остаётся такой массивной, неповоротливой и не реагирующей на изменения, которые происходят вокруг, да, такая изоляция своего рода происходит. И кажется очень важным преподавание всё-таки теоретических дисциплин, каждый получается одеяло на себя. Очень важно изучать не только классическую историю искусства, но и современную историю искусства. Лейла, вы как практикующий художник и галерист, как вы видите эту ситуацию? Ну, если честно, о том, как женщина может выставляться и сама реализовываться через искусство, у меня сразу возникает вопрос. Кому? Для чего и кому это предназначено? Кто аудитория? На самом деле я не говорю сейчас, что женщины делают это не так, или они делают это хорошо, или плохо, это совсем, я сейчас совсем не об этом. Я как раз возвращаюсь опять к культуре потребления, потому что казахский зритель не готов к современному искусству. Ну, надо как бы откровенно сознаться себе. Да, мы ходим на вернисажи, да, мы восхищаемся работой, но казахское современное искусство не покупается, как, собственно говоря, в принципе казахское искусство не покупается. Потому что они любят искусство, я сразу задаю им вопрос, а сколько у вас дома произведений искусства? Ну, то есть и обычно это в лучшем случае чьи-то подарки, их два, но я не говорю сейчас о людей, которые, о людях, которые живут в мире искусства. Это совсем другое, когда это галеристы, когда это искусствоведы, когда это, неважно, практики или теоретики. Вы лучше знаете, как галерист, который продает, что люди покупают? Вот люди покупают крепкое современное искусство. Это не концептуальное искусство. Это не наши казахские классики, потому что они стоят очень больших денег. Тут есть специальные когорты коллекционеров, которые покупают работы наших классиков за приличную сумму денег. Это вопрос престижа, это вопрос коллекции. То есть, с одной стороны, у нас есть такие, видимо, богатые люди-коллекционеры, которые покупают академии? Наших казахских классиков, которых уже нет живых, покупают картины популярных художников очень редко. И как человек, который имеет отношение к этому коннекшену между покупателем и художником, я могу сказать, что интерес очень и очень низкий. И если покупают работы современных казахстанских художников, как очень часто мы между собой говорим, крепкий художник, крепкий скульптор, такой вот качественный, хороший, с базой, но со своей философией, со своими какими-то жизненными принципами, со своей концепцией. Таких художников очень много. И покупают их как и достаточно обеспеченные люди, граждане Казахстана, так и зарубежные наши гости. Молодых художников Казахстана чаще всего покупают иностранные покупатели. Потому что казахстанский зритель, как я уже сказала, не готов к тому, чтобы пойти в галерею, купить картину. И относительно, например, современного искусства и инструментов и нового языка в изобразительном искусстве, я изучала современное искусство в Берлине, в Афрае-Университете. И я точно знаю, что если я сейчас начну передавать вот эти знания, которые я получила в Афрае-Университете нашим студентам, они не смогут ими воспользоваться просто. Потому что они не работают у нас, эти новые инструменты, новые языки. Поиск нового языка, это, конечно, замечательно. И развитие современного искусства, это тоже замечательно. Но я опять повторю вопрос. Кому? Кому мы все это делаем? Ну, приду пример из другой сферы. Допустим, все наше нациостроительство во время советского периода, оно шло по таким европейским лекалам. Опера, балет, переводили вот этот фольклор на язык оперы, делали из наших инструментов струнные европейские инструменты. Теперь, если мы посмотрим сегодня, какие жанры у нас выстреливают не только в Казахстане, а вообще на глобальных. Это жанры, которые не связаны вот с этими европейскими формами. Допустим, рэп, который, в принципе, как бы заимствует из афроамериканского рэпа, но он очень похож на то, как... На традиционные. На традиционные, как делалось Толгау, как делался Айтас, как делался... То есть он такой, и он поднимает вот такой бытовой казахский язык до уровня искусства. Там вот, если послушать, язык там очень простой, но он вот действительно из него сделали искусство, да. Или какой-то лаунж-мьюзик, да, сегодня, или эстрада наша, которая поёт по-другому сейчас, не так вот, как она пела. И она выстреливает, то есть те жанры, которые... Они идут из какой-то гущины народной, из какого-то глубинного этого. Поэтому вот, когда, говоря, вы спросили там, у простых людей что висит дома? У простых людей же... Нет, не у простых. Я спрашиваю богатых людей, которые говорят, что они любят искусство. И обычно нет никаких коллекций. Но вот относительно исполнительского искусства, вы тут в самую точку попали, потому что мы генетически предрасположены потреблять продукты именно исполнительского искусства. Это с нами всегда, это с нами столетие. И поэтому исполнительское искусство, тем более, что у нас общество устроено так, что мы не можем без тоев, без всяких разных вот этих больших мероприятий, А там потребляются, естественно, продукты исполнительского искусства. Ну, вот вы же сказали о первой казахской художнице, которая была художником по костюмам. Ну, это же востребовано сегодня, правильно? Я бы здесь вообще разделила бы два момента. То есть как бы есть какие-то деньги, есть какие-то каналы, куда можно направить свой творческий этот, и это будет покупаться вот теми же людьми, которые ходят на то и слушают. Система рынка и система потребления немножко разные. Вот тойский бизнес, как у нас говорят сейчас, и вообще исполнительское искусство легче. Человек может купить не за дорого билет и пойти получить удовольствие в зале, либо прослушав записи и так далее. А если мы говорим о рынке изобразительного искусства, здесь все, конечно, гораздо сложнее, и цены другие. И этому очень много причин. Но в целом еще надо сказать, да, что вот эта система рыночная в изобразительном искусстве, она настолько складывается. Это вот 90, если помните, всплеск был, когда порядка 50, наверное, галерей по всему Казахстану было. Разный почетовец парад галерей проводился при музее Костеева и так далее. А сегодня, ну, я думаю, непросто заниматься галериейным бизнесом, очень непросто проводить выставки, потому что, опять-таки, это не окупается. Большинство галерей у нас бесплатные. Но вот в плане восприятия искусства и восприятия современного искусства тут можно поспорить и просто посмотреть на поколение покупателей, наверное. Вот Лила сейчас говорит о людях, состоявшихся, которые обладают деньгами, и они не понимают еще и не принимают такого искусства. То есть проблема в них. А мне кажется, да, в воспитании, наверное, и в информации. А вот молодое поколение, кому сейчас, скажем, 16, 17, 18 и там до 30, наверное, где-то и больше, как раз-таки очень органично, мне кажется, воспринимают современные формы. Посмотрите, кто на выставки приходит, да? Не только студенты, да, молодежь. И это связано с тем, что визуальная культура другая. Они живут в другом мире, и те формы, которые они сегодня видят, они воспринимают это по-другому. То, что вы говорите, как я вас слышала, то, что люди, которые сегодня состоявшиеся богатые, они не понимают эти формы, у них другая насмотренность. Да, в другом культурном пространстве. У них другое культурное пространство. Другое, как Ардак сказал, к потреблению продуктов искусства, и молодежь готова делать это искусство. Молодые творцы, молодые художники, потому что у них есть свой потребитель. Потому что, действительно, система пошла в другую сторону, и молодые люди готовы ходить в галереи, потому что мы, например, своего зрителя воспитывали 16 лет. У нас, я так думаю, самый молодой зритель, думаю, в Казахстане. Потому что мы чемпионы по селфи, тиктокам, какие-то запрещенные рекламы. Знаете, когда девчонки с пакетами приходят, быстро переодеваются, на фоне картин, пофотографируются, а потом свой бутик рекламируют. Но я, как бы, закрывая на это глаза, я считаю, что наоборот это хорошо. У нас снимают ловстори, у нас делают предложение руки и сердца в галерее. Я считаю, что у нас очень хорошие показатели в смысле популярности галереи. То есть ваше пространство, оно стало таким, пошло в искусство, искусство старства пространяется благодаря этому инстаграмму, благодаря тиктоку. Благодаря тому, что мы терпеливо воспитывали своего зрителя, благодаря этому. И это, на самом деле, очень сложный процесс, и совсем не короткий. И я абсолютно согласна с Ордак, что наши дети будут покупать искусство. Наши дети будут, но мы нет. Ну, я имею в виду наше поколение. Потому что мы не понимаем, зачем оно. Ну, там же еще и не все купишь. Ты же не можешь купить перфома. Я как-то приводила пример уже одного арт-объекта, который состоял из стеклянного бокса, там, бюстабая и змея, и песок. Ну, в смысле, во-первых, мне от этого... Ну, у меня такие, может быть, старомодные вкусы, мне от этого арт-объекта плохо. Я могу на него... Я понимаю, но разное, но я вот как потребитель, вряд ли я куплю этот объект, как бы, и потом его надо кормить мышками. У художника могло быть несколько задач. Нет, я к тому, что не все же... Ну, оно же не все и потребляемое, да? То есть оно же... Ты же его не поставишь к себе, я не знаю. На, но это даже... Вы можете документировать это произведение искусства и купить уже свидетельство того, что... Да, нет, я к тому, что там есть перфомансы, есть это, есть какие-то вещи, которые... Даже не только... Это не потому, что у меня какая-то... У меня просто такой простой буржуазный какой-то этот, который, может быть, это не то, что... Нормальная человеческая реакция. На самом деле, исследования интересные, и пандемия как раз-таки обнажила не только наши проблемы, но и в целом мы же всегда сравниваемся, да, по-любому, с более развитыми, скажем, в этом отношении, в рыночном отношении странами. И пандемия очень сильно же ударила, на самом деле, по состоявшимся системам, да, тем же крупным галереям и так далее. Но они выявили очень интересную такую тенденцию, что поменялись покупатели. То есть крупные коллекционеры, может быть, и не покупали, но появилось молодое поколение, которое покупает недорогое искусство, но при этом очень трудно выделить их вкусы какие-то. То есть они покупают именно то, что им нравится сегодня, на настоящий момент. Ну, вот, как пример, я купила, не хочу делать рекламу, не буду называть имени художника, но вот просто купила картину, он нарисовал дачи. И для меня это был как бы такой сентиментальный, как бы инвестмент. Это связано с вашим, связано с моим этим, я, конечно же, купила это. С вашим восприятием. Потому что это, как бы оно, может быть, европейский этот его не купит, возможно. Именно это, может быть, и наш покупатель не купит, но это именно то, что вызывает в вас, да, отклик. Во время пандемии министр культуры Австрии подала в отставку, потому что художники пожаловались на то, что они живут без средств. И каждому творящему человеку, будь это художник, скульптор или там какой-то другой вид изобразительного искусства, выдали по 5 тысяч евро для, ну, как бы, как материальную помощь, для того, чтобы они могли существовать. Потому что, как бы, вы понимаете, да, если мы говорим про системы. Да, ну, вот как раз-таки, да, момент организации, связи, да, и поддержки государственной. Почему мы в такой ситуации, да, почему женщины создают свои фонды, организации, да, хотя это уникальный опыт на самом деле, да, там больше 50 членов, это действительно международная ассоциация, там Австрия, Германия, помимо наших художников, которые костяк составляют. Таншоупан, да. Сразу хочу сказать, что лидер Жамиля Текен, это, конечно, вот ее инициатива, ее силы, средства, нервы во многом, да, и так далее. Союз художников, да, постоянно вынужден, как бы, выживать на членские взносы и так далее. Мне кажется, все-таки, господдержка должна быть, да, должно быть видение государственное все-таки своей культуры, изобразительного искусства. Абсолютно слабо. Согласна, не как-то я скажу, но вот, Лейла, тоже ваш путь воспитания. Воспитание потребителя, мне он тоже кажется очень таким женским, да, воспитание этого, да, воспитание будущего потребителя. Это задача, наверное, любой институции, которая с искусством связана, да, по-любому. То есть воспитательная функция, да. Ну, на этой позитивной ноте о женском вкладе в искусство, в том числе и создании, в том числе и воспитании вкусов, мы заканчиваем нашу беседу на сегодня. Еще раз подорвляю всех с Международным женским днем. И хочу также выразить огромную благодарность, Орда к вам и вам, Лейла, за то, что вы пришли к нам на программу, поделиться своими знаниями и своим опытом. Клубра Ахмедс из Дирке. Уважаемые телезрители, смотрите на следующий четверг на телеканале Хабар, а также смотрите нас на YouTube, Telegram-каналах. Для этого отсканируйте QR-код, который видите на своих экранах, и подпишитесь. В программе «Культурный контекст» мы продолжим говорить о науке, о нашей многообразной культуре, сложной истории и современной социогуманитарной сфере. До свидания.